Моя задача, как можно быстрее найти оружие против этого зомби и скинуть его. А, ну раз я первый хожу, то я могу так же сделать, да? Абсолютно верно. Ладно. Она знает о настольных играх почти всё. Твёрдо уверена в том, что игры способствуют развитию личностных качеств, а у робкого студента разрушает комплексы неуверенного в себе человека. В чудесных возможностях игрового процесса убедились члены жюри конкурса «Лучший по профессии». Среди сотрудников учреждений в сфере работы с молодёжью и патриотического воспитания Московской области. Конкурс с 2016 года проводит Главное управление социальной коммуникацией региона. Проект специалиста Щёлковского досугового центра «Навигатор» занял третье место из 21 конкурсной работы. Это очень существенная для меня победа. Немножко неожиданно, потому что было очень волнительно. Не рассчитывала, что так много будет достойных кандидатов и так много будет сильных проектов, конечно. Хотя в себе мы, конечно, уверены. На защиту в областном доме правительства Инна Фёдорова представила проект «Игрокод». Он вышел за рамки многочисленных клубов настольных игр, состоит из цикла тренингов о здоровой коммуникации. Его участники организуют выездные и благотворительные игротеки. «Игрокод» начался с того, что мы однажды просто участвовали как отряд в благотворительной ярмарке в пользу детей, болеющих онкологией. Мы решили, что принесем свои игры настольные и просто поиграем с людьми за какой-то донатик, за взнос в пользу этих детей. Это так хорошо получилось и так хорошо понравилось, что мы решили это продолжать. Инна Фёдорова выступает вдохновителем, координатором, организатором игрового клуба в «Навигаторе», в котором есть свой косяк из 15 игроков, налаживает связи между новыми площадками для игр, привлекает спонсоров, проводит мероприятия и мастер-классы на тему, как организовать у себя игротеку. Одна из моих любимец – это «Запретный остров». Это очень классная игра, как раз командная. Это редкость для настолок, на самом деле. Невозможно выиграть одному. Необходимо только объединиться, скооперироваться со всеми. И только тогда ты получишь победу. Вот такая вот красота. Тяните карточку. Жёлтую. Жёлтую. И кто же вы? О! Навигатор. Навигатор. Там, где мы находимся. Вы навигатор. А я, например, вот тяну, я исследователь. Фонд игротеки-навигатора превышает 100 наименований. Большая часть – подарки друзей и благотворителей. База, на которой клуб готовит ивент волонтёров, участвует в полярном финиш-фесте. А теперь проводит свои фестивали игр. Стать участником увлекательного процесса можно на любом этапе. Всё, что нужно – прийти в навигатор. Это интересно почувствовать себя в какой-то роли. А то ты просто человек, а тут ты можешь быть выжившим, ты можешь быть зомби, ты можешь быть кем угодно. Бессмысленных игр не существует. Любая моделирует разные жизненные ситуации. Но в отличие от компьютерной, где соперники спрятаны за экраном, настольная игра – это всегда реальные игроки. Михаил Налётов, Александр Оржевский. Щёлковское телевидение.